Среди этих гор земли уже понемногу виднеются очертания будущего гоночного трека, который создают под Павловском. Идея соорудить такой спортивный объект появилась у нашего земляка, пилота российской дрифт-серии Артема Рейсбиха. Помог ему отец, владеющий аэродромом. Он здесь решил организовать для таких же ребят, как и мы, авантюристы, которые болеют своим делом, частные самолеты. Он сделал здесь аэродром. Ну и тут получилось так, что вот эта часть земли, 12 гектаров, она оказалась свободной. И когда встал вопрос, чем ее можно занять, первая мысль, которая пришла в голову, это гоночный трек. В истории Алтайского края это будет первый гоночный трек, который позволит принимать несколько дисциплин. Активисты планируют организовать здесь соревнования по дрэк-рейсингу, автокроссу, картингу и дрифту. Упор идет на последний вид спорта. Даже уже проложили черновую версию конфигурации под него. Пилот стартует и разгоняется по длинной прямой, после чего начинает дрифт по большому радиусу. Автомобиль постепенно уходит в петлю, после которой по внутренней части возвращается в накопитель, где располагаются остальные спортсмены, ожидающие начала заезда. Сейчас все основные земляные работы на проекте закончены. Уже зимой сюда закупят щебень и песок, а весной и летом следующего года начнется укладка асфальта. Далее самое сложное – возведение инфраструктуры, боксов, трибун и остальных зданий. На это потребуются деньги инвесторов, которых Артем совместно с Федерацией автоспорта активно ищет. По линии минспорта это самый правильный будет разговор, общаться дальше. Ну пойти по пути, скажем, того же, грибного канала или подобные методы действовать. Есть возможность финансирования, финансирование государственного, либо это будет финансирование государственное, частное. То есть там есть несколько схем. Кстати, трек планируют опробовать уже зимой. Некоторые этапы дрифт-соревнования, которые принимала Спичка, перенесут сюда. Главное – решить проблему со льдом. Есть непонимание, как залить просто. Это далеко от цивилизации, условно далеко. Поэтому достаточно сложно сюда привезти такое количество воды. По времени мы уже не укладываемся, чтобы здесь организовать скважину и воду добывать непосредственно на месте. Поэтому ее придется завозить. Даже если не выйдет организовать зимние соревнования по дрифту на этом треке, кубок, скорее всего, не отменят. Организаторы предварительно договорились с Грибным каналом, где не так давно возродили гонки на льду. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.